Вклад нашего великого писателя Алишера Наваи в мировую культуру трудно переоценить. Это признает и международное сообщество, которое все больше интересуется богатым наследием, оставленным нашим выдающимся предкам. Так, в Наваи состоялась международная конференция, в которой приняли участие не только узбекские литераторы и ученые, но и зарубежные специалисты. Программа мероприятия насыщенная. С подробностями Надира Закирова. Богатство языка – одна из отличительных сторон его творчества. Наваи использовал порядка 26 тысяч слов, писал в 16 жанрах из существующих 21. Таких вершин мастерства не достигал еще никто. Основатель узбекской литературы, мыслитель, ученый, художник, музыкант и, что немаловажно, дальновидный государственный деятель. И все это сочетается в личности Алишера Наваи, гении, оставившем после себя уникальные философские и научные труды многим поколениям. Об актуальности его произведения говорит и растущий год от года интерес ценителей его творчества со всего мира. Благодарные читатели несут цветы к подножию его памятников, установленных во многих странах. Не переставая восхищаться его талантом, умением с филигранной точностью передавать самые разные чувства и эмоции, показывать истинное лицо героев, вникать в каждую деталь, раскрывая ее суть и перенося читательскую аудиторию к месту описываемых событий. За это его и любят миллионы, почитатели творческих работ Наваи. Вместо творческого наследия Алишера Наваи в развитии духовности и просвещении человечества, международная конференция с таким символичным названием собрала порядка 200 ученых со всех регионов республики и представители более 20 зарубежных стран. В числе участников немало и молодых исследователей. Первым адресом стал парк отдыха, в названии которого увековечена память любимого народом поэта. Особая атмосфера царила во время возложения цветов к памятнику Алишеру Наваи. Я впервые принимаю участие в международной конференции. В прошлом году о значимости этого мероприятия я узнал от ученых из зарубежных стран. Особое впечатление оставило то, что сегодня утром мы все вместе возложили цветы к подножию памятника выдающейся личности. Это также говорит об организации мероприятия на высоком уровне. Хочу отдельно отметить, что наша главная цель – это глубокое изучение его творческих работ. Далее по пути следования молодежный центр с тематической выставкой. В экспозиции творческие работы и научные трактаты Наваи, образцы народно-прикладного искусства и миниатюры, национальные наряды. Разговор о жизни и творческой деятельности Наваи продолжился во время прошедшей здесь же встречи. Речь шла о роли его трудов в духовно-нравственном воспитании молодого поколения. В прозвучавших докладах отмечалась необходимость глубокого изучения духовного, научно-творческого наследия. Ведь оно несет в себе главные общечеловеческие ценности. Мы, представители молодежи, очень рады сегодня здесь присутствовать и иметь возможность поделиться своими идеями, размышлениями о творчестве Алишера Наваи. Непосредственно с учеными, академиками, профессорами. В беседе с ними очень многое получаешь, заряжаешься энергетикой. Исходя из названия научной конференции, именно сегодня, да и для всего мирового сообщества, глубокое изучение наследия Алишера Наваи будет способствовать развитию духовности и просветительства. Программа международной конференции предусматривала секционные заседания. Это дало возможность их участникам поделиться своим видением важных аспектов, касающихся значения предмета религиозных и поверхностных слоев творчества Наваи, изучение его творчества за рубежом, взглядов Наваи, на государственность и мораль руководства, современного узбекского языка, литературы и устного народного творчества.